Мне сегодня выпала честь говорить с вами о физической активности в жизни наших пациентов с ишемической болезнью сердца. Тема очень актуальная и, наверное, базовая, которая встречается в ежедневной практике всех врачей разных специальностей. Это, наверное, первая тема, о которой мы говорим с нашими пациентами, когда у них есть любая сердечно-сосудистая патология. И очень часто пациенты задают вопрос, ну хорошо, физическая активность, а что это? Что вы имеете в виду? Я домашние дела делаю в огороде, дела тоже какие-то есть. Разве этой физической активности не хватает? И нам приходится развеивать все эти мифы и, наверное, некоторое недоверие вызывается у наших пациентов по отношению к рекомендациям. Поэтому я бы сегодня хотела с вами детально обсудить, что же имеется в виду под термином модификации образа жизни, улучшения физической активности в жизни наших пациентов. Ведь, как говорил великий Мюссе, физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. И практика показывает, что это действительно так. Ведь люди с низким уровнем физической активности очень часто имеют высокий риск и артериальной гипертензии, и ишемической болезни сердца, и инсульта, ожирения. Я думаю, что все вышеперечисленные нозологии вам знакомы. И по данным ВОЗ, на данный момент гиподинамия является причиной смерти практически двух миллионов человек в год. То есть физическая активность — это основа нашего существования. Есть ли у нас уже ишемическая болезнь сердца или нет её, но это основа нашей жизни. Ведь давно доказано, что физическая активность имеет массу преимуществ. Причём, обращу ваше внимание на слово «регулярная физическая активность». Только в случае достижения регулярных физических тренировок мы можем и повлиять на снижение артериального давления, и улучшить обмен веществ, и углеводный, и липидный, и белковый, и нормализовать массу тела, ну и, конечно же, повлиять на состояние костей и суставов, и на нормализацию сна. В общем-то, всё это приведёт к увеличению продолжительности жизни и к улучшению качества нашей жизни. Поэтому в свободное время, на работе, по дороге домой или выполняя какие-то домашние обязанности, мы должны понимать, что да, это есть физическая активность, но не всегда это та физическая активность, которая благоприятно повлияет на наше здоровье. Давайте разберёмся тогда, какие же виды физической активности доступны нам. Ну, первое, это, конечно же, два главных класса, это статические нагрузки и динамические нагрузки. Важны, конечно же, оба, несомненно. Динамические нагрузки, или по-другому можно назвать кардиотренировки, это тренировка сердечно-сосудистой системы. Это то, непосредственно, о чём мы с вами будем говорить сегодня. Но есть ещё статические нагрузки, которые также полезны и должны быть в нашей жизни, потому что они влияют на укрепление мышц и костей. И все эти пресловутые кардиологии, к которым приходят пациенты в 90% случаев, обусловлены слабостью мышц спины. Поэтому укрепление мышц и костей – это очень важная часть нашей жизни в том числе. Ну и, естественно, упражнения на гибкость. Это отдельная история. Есть даже общепринятая классификация видов спорта по наличию или преобладанию статического компонента или динамического компонента. Если мы с вами сейчас внимательно рассмотрим, то практически в любой игре спортивной есть и статический компонент, и динамический. Но для кардиотренировок мы можем выбирать умеренный или высокий динамический компонент при низком, например, статическом компоненте. А это имеет в виду и настольный теннис, между прочим, и волейбол, и сквошь, и бег, как и теннис большой, и бадминтон, и лыжи, и сокер. То есть очень много спортивных есть мероприятий, спортивных игр, тренировок, которые мы можем использовать для того, чтобы провести тренировку сердечно-сосудистой системы. Что же мы подразумеваем, когда говорим, что нужно иметь регулярную физическую активность? По данным и Европейской ассоциации кардиологов, и Всемирной организации здравоохранения, минимально достаточной нагрузкой является 30 минут динамической физической активности, средней интенсивности в течение большинства, но желательно все одни недели. Минимум 30 минут. То есть и каждый день. Я бы сюда добавила еще слово «непрерывный», потому что пациенты ухитряются говорить, что они проходят в быстром темпе до троллейбуса утром и вечером по 15 минут, и этого вроде бы как должно быть достаточно. Так вот, 30 минут непрерывной динамической физической нагрузки является достаточной в день. Как же осуществить это? Ну, в первую очередь, конечно же, нужно ограничить использование всех вспомощных средств для того, чтобы ограничить активность. То есть уменьшить пользование лифтом, например, пультами дистанционного управления и чаще выполнять какие-то домашние обязанности. И важно не переусердствовать и в этом вопросе тоже. Начинать следует, естественно, с упражнений с низкой или средней интенсивностью, а не начинать сразу с высокой интенсивности. И интенсивность нагрузок увеличивать постепенно, но не более чем на 75% от максимальной частоты сокращения сердца. Чуть позже мы с вами поговорим, как рассчитать эти формулы. И в целом, если мы посмотрим рекомендации Европейской ассоциации кардиологов, то 30 минут – это минимальная достаточная нагрузка, но рекомендуют 30-60 минут. То есть в среднем мы будем считать, что 45 минут в день. И рекомендовано увеличивать длительность тренировки, а не её интенсивность. То есть лучше дольше, но медленнее, чем очень быстро, но в какой-то короткий промежуток времени. Но несколько коротких тренировок за день считается, что столь же эффективны, как и одна более длительная. Всё это зависит от того, сколько у нашего пациента времени выделено на изменение образа жизни. Ориентируемся мы, пациенты, и учим ориентироваться наших пациентов на пороговую частоту сокращения сердца. То есть это та частота сокращения сердца, при которой уже могут начать проявляться признаки ишемии миокарда во время нагрузочной пробы. Но в реальной жизни, естественно, каждый человек не может осуществить нагрузочную пробу и не всегда попадёт на это исследование быстро. То есть если нам каким-то причинам невозможно вычислить эту пороговую частоту сердечных сокращений, или проведение нагрузочной пробы на данный момент по каким-то причинам не совсем возможно, то исходит из понятия «тренировочная частота сокращения сердца». Она рассчитывается, исходя из максимальной возрастной частоты сокращения сердца. Максимальная возрастная частота сокращения сердца рассчитывается по очень простой формуле. 220 ударов в минуту минус возраст. То есть фактически, если вам 40 лет, например, то это 180, если 60, то, соответственно, 160. И у физически нетренированных пациентов следует начинать нагрузки с частоты сокращения сердца, которая достигает 50% от максимальной возрастной. И потихоньку, постепенно, по мере увеличения тренированности, а в реальной практике это характеризуется легкостью выполнения нагрузки, рекомендуется постепенное повышение тренировочной ЧСС до 70% от максимальной. Как это посчитать? Мы с вами, в принципе, легко можем это посчитать по той же формуле, о которой я сказала. То есть 220 минус возраст, например, 60 лет. 220 минус 60 будет 160. 50% от 160 – это 80. То есть при достижении пульса в 80 ударов в минуту мы будем считать, что это начальный уровень ЧСС, с которым мы начинаем тренироваться. И стоит его придерживаться. И выше этого уровня частоты сокращения сердца нагрузку давать себе не стоит. На самом деле для каждого возраста существуют разработанные уже критерии интенсивности физической нагрузки. Так вот, фактически это соответствует тому, что я вам только что рассказала. То есть если пациенту, например, 60 лет, то мы начинаем с низкой и достигаем умеренной при частоте 88-112 ударов в минуту. То есть вот это вот будет 80-88 начальное ЧСС, начальное максимально достижимое, скажем так, во время физической тренировки. Начать он ее может, естественно, из 60 ударов в минуту, из 70. Сейчас очень много есть трекеров спортивных, часов, различных приборов, которые измеряют ЧСС. И наше украинское население, в принципе, вовлечено. И молодежь, и люди среднего возраста, и пожилые люди приходят на прием и хвастаются подарком от родителей, вернее, от своих детей или от внуков. Показывают спортивные часы, которые регистрируют количество шагов. Они же могут регистрировать и пульс. То есть это вполне доступное удовольствие, скажем так, или доступный уже, доступный гаджет нашей ежедневной, скажем так, каждый день. Поэтому проблем не должно быть с тем, чтобы контролировать пульс даже во время ходьбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова